В ближайшее время попасть в крупные торговые центры, заведения культуры и общепита, фитнес-клубы будет нереально тем, у кого нет QR-кода. Его выдают только привитым от ковид. В интернете появилась информация, что возможно уже 25 октября губернатор региона Виктор Томенко может опубликовать и подписать указы в введении системы пропуска. Поможет ли это победить болезнь? И с какими подводными камнями мы можем столкнуться? Эту тему обсудим с политологом Сергеем Струченко. Он у нас не в студии, а по видеосвязи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телевизорители. Хотелось бы видеть вас лично, но вы на больничном. Повторно и даже с прививкой. Как так получилось? Я нахожусь на больничном, на самоизоляции. По плановому ПЦР-тесту у меня был положительный генитар, будучи привитым еще в апреле этого года. Прошлых месяцев я, конечно, планировал сделать 20-х числа к вакцинации, но чуть-чуть не успел. В принципе, заболевание проходит у меня бессимптомно, так каковых осложнений нет. Но, тем не менее, я вижу, что есть результат, который я сделал в апреле. Поэтому всем советую принимать. Ну вот смотрите, Сергей, получается, что положительное влияние вакцины на ваш организм мы видим. Болезнь проходит, как вы уже тоже сказали, бессимптомно. Но, если бы вы не сделали тест, вы бы и не знали, что являетесь разносчиком заразы, уж извините. Я думаю, что таких, как вы, немало. То есть вот оборотная сторона. Ну, это было сразу известно, когда еще год назад, даже, наверное, больше полтора года назад, были выявлены первые болевшие коронавирусной инфекцией, которые переносили ее бессимптомно. И тогда считалось, это было заблуждение, что если человек болеет бессимптомно, то, соответственно, другие люди тоже могут болеть бессимптомно. Но, как мы сейчас видим, новые штаммы вируса, они уже убирают это заблуждение. И большинство людей начинает болеть очень сильно. А вот прививка, не на собственном примере, а на примере других людей, которых я знаю, она действительно позволяет переносить эту болезнь без особых осложнений. И я надеюсь, что это не будет передаваться. Ну, вот вирус оказался хитрее нас, и получается, что все новые и новые штаммы появляются. А получается, вакцинация – это будет нормальным явлением практически на протяжении всей нашей жизни. Если вирус мутирует, соответственно, нужно еще одну вакцину. Смотрите, мир изменился, и пути назад уже не будет. Нам с этим вирусом придется жить теперь всегда. Навряд ли его удастся победить, потому что действительно он мутирует. И новые штаммы, они позволяют вперед задуматься о безопасности, о здоровье нации, жителей нашей страны. Потому что мы понимаем, что если мы сейчас поиграем эту войну, а брак невидимый, очень коварный, то последствия будут самые ужасающие для нашего государства. И в целом мы должны смотреть на опыт передовых стран, где прививка является, по сути, обязательной. И мы знаем, что та же прививка «Спутник Ви», она сейчас уже признана 70 странами мира, а это половина населения, 4 миллиарда жителей всей планеты. Поэтому какие-то сомнения. У других стран уже точно нет нашей прививки, ее эффективности. Внутри страны мы тем более должны доверять нашим медикам, нашим эпидемиологам и принимать вот эти меры. В первую очередь, чтобы локализовать этот вирус и не давать ему развиваться. Слушайте, как вы думаете, почему у нас в стране так много тех, кто не доверяет медицине? Вот на два лагеря буквально разделились антипрививочники и те, кто уверяет, ее ставить надо. Почему настолько сильна армия тех, кто не ставит прививку, кто является противником ее категорически? В том числе так называемой информационной войны. Я пришел к поводу, что всегда будут заинтересованы лица, которые будут вводить заблуждения людей, чтобы достигнуть своей цели. Я считаю, что в настоящее время идет целенаправленная, спланированная такая информационная война против нашего государства, против наших зрителей, которые получают информацию из недостоверных источников, пользуются PayQs, различными пересылками по мессенджам, в том числе WhatsApp, и в основании этого формируют свое восприятие данной болезни, соответствующего вопросу вакцинирования от нее. Я считаю, что здесь должна быть со стороны государства, активных общественников, политологов, медиков, четко выраженная, однозначная позиция. И в этом направлении необходимо работать с населением и доносить правдивую информацию. Из первых пунктов это будет доносить свои благие результаты. Вот знаете, как показывают опросы, люди, которые не ставят по какой-то причине прививку, убеждены, что она должна быть добровольной. И это одна из таких причин, почему они не хотят. Мы в свободной стране живем, зачем поголовная вакцинация? В первую очередь люди, конечно, понимают то, что они понимают. На мой взгляд, все-таки необходимо анализировать ситуацию во всем мире и смотреть на опыт передовых стран, в том числе Европы и Америки. Там этот вопрос уже решен. То есть так не стоит вопрос о том, что вакцинирования нет. И в любом случае, даже находясь в сегодняшних условиях, мы должны принимать тот посыл, который сейчас существует у медицины, что необходимо прививаться. Да, есть проблема. Пока в национальный календарь прививок, прививка коронавируса не внесена. Но я считаю, что это дело времени. Действительно, многие сомневались, когда еще в начале года появилась эта прививка, ее можно было поставить. Но опыт показывает, и жизненный опыт, и по прошествии времени мы видим, что те люди, которые прививаются, они, если и заболевают, то переносят эту болезнь бессимптомно. В Москве, если не ошибаюсь, увидела информацию, пошли на эксперимент и начали тестировать школьников. Ведь дети у нас, если раньше они были только переносчиками, то теперь, к сожалению, дети тоже начинают болеть и достаточно сильно. Вот что думаете, когда необходимо детям ставить прививку? Ведь родители, многие говорят, оставьте детей в покое, им еще жить. Тоже боятся. Действительно, есть такой опыт в Москве. Я считаю, что этот опыт очень правильный. Его необходимо принимать и в другим регионах тестирование детей. В принципе, эта процедура, кто тест проходил, знает, что она безболезненная и не приносит каких-то дальнейших последствий, негативных. А выявление заболевания на ранней стадии, для субтитровников, я думаю, это залог нашей победы в борьбе с коронавирусом. Поэтому, если такое решение будет принято, по тестированию детей в школах, я думаю, в принципе, все прекрасно понимают, с чем там всталкиваются ежедневные дети, учителя, это заболевание, оно очень коварное, оно невидимое, и оно может передаваться не только среди здоровых, но и среди детей. Поэтому такая мера будет оправдана. Давайте вернемся к QR-кодам. В интернете сейчас гуляет видео, где пустующие торговые центры, там, где уже эта система работает, не повторим ли мы их судьбу? Ведь бизнес только что начал вставать с колен, и вот тебе впору вставать на них обратно. Мне кажется, в этой ситуации бизнес должен сам проявлять инициативу, в первую очередь быть заинтересованным в том, чтобы его место было местом для безопасного времени препровождения, либо местом для покупок и оказания услуг. Поэтому тот опыт, который был, по-первых, бизнесом использован, я имею в виду опыт введения льготной системы, системы скидок для вакцинированных людей. Его необходимо развивать и продолжать. И сегодняшняя ситуация в QR-кодаме, она, конечно, это логическая. Будем так говорить, это следствие, а не причина. К сожалению, мы понимаем, что низкий уровень вакцинации и, соответственно, выход иногда, можно сказать, даже ситуации с подконтролем, заболеваемостью, он вынуждает принимать эти меры. И я думаю, что бизнес должен сам инициировать, в первую очередь, такое, если этот бизнес, конечно, ведется легально, законно, и, соответственно, есть заинтересованность в том, чтобы дальше работать. Вот знаете, как мне лично кажется, мы помним, опыт в Москве подобный был, когда в рестораны пускали только по этим кодам, и достаточно недлительный период это все происходило, потому что потом количество заболевших начало падать, и, в общем, все это отменили. И все встало на круги своя, так получается, в принципе, хорошая система и должна работать постоянно, получается, коль уж теперь нам с этой болячкой жить, потому что сейчас антипрививочники отсидятся, подождут, когда на спад пойдет история вся эта, и вновь заполонят все торговые центры свободно. Это очень оптимистично, так говорили, о том, что все пройдет, и это пройдет. Я считаю, что новые штаммы, они будут только уставлять ситуацию. И выход нам, если мы над ним, это прививаться и соблюдать все меры, которые предусмотрены как вы думаете, как скоро у нас вот эту систему пропускную по кодам введут, и не станет ли это поводом для развития каких-то мошеннических действий, что теперь QR-коды можно будет купить без прививки. Ну, мы же знаем, люди наши такие, против каждого закона есть какая-то лазейка. Тоже не могу понять этих людей, которые экономят на своем здоровье и пытаются вести заблуждение других людей, в том числе, таким мошенническим способом. Но мы прекрасно понимаем, что за это предусмотрена уголовная ответственность, и такие факты уже были вскрыты, в том числе в городе Барнауле. Поэтому я думаю, что здесь страховым органам необходимо внимательно смотреть за ситуацией, анализировать и пресекать такие попытки мошеннических действий. Причем наказанию подлежат не только те, кто продают коды, но и те, кто их приобретают, да? Получается, что так. Сергей, спасибо, что вышли с нами на связь. Я надеюсь, что в ближайшее время встретимся уже в нашей студии. Вам выздоровление, в принципе, ваша позиция понятна, и честно признаться, я ее тоже поддерживаю. Спасибо, Елена. Всего самого доброго. Будем здоровы. До свидания.